Всем привет! Скоро наступит лето, а это значит пора доставать все свои неоны, замешивать яркие краски, чтобы мы были готовы к сезону. Белый молочный материал, он у нас базовый. Здесь я беру кэнди 01. Мы решили все-таки из 10 оттенков оставить именно его, потому что он универсальный. Добавляйте в него неоновый пигмент и получите яркий цвет для дизайна. У нас в продаже появился набор неоновых пигментов, 12 штук. Представляете, 12. Но уж я думаю, что молочный гель или молочный полигель есть у всех. Но наши клиенты не знают, что лежит у нас в столе, поэтому обязательно нужно делать продающую рамку. Без этого дизайна вы не продадите. А еще, конечно же, на этом марафоне мы будем делать красивые фотографии. С помощью пигментов или неоновых гель-лаков можно замесить абсолютно любой колер. Причем очень классно, что можно сделать его побледнее, так и поярче. Представляете, какая экономия? Если работать верхними формами или гелевыми типсами, то вообще в одно движение сразу мы моделируем с вами архитектуру. И эти техники очень крутые. Если не работаете, обязательно нужно научиться. Здесь для замесов я в работе взяла 23 гель и взяла полигель Milk Brilliant. Его тоже классно смешивать с пигментами. Если гель мы можем мешать еще с помощью неоновых витражных гель-лаков, то, конечно, в полигель мы можем добавить только пигмент, чтобы не поменять его текстуру. Беру верхнюю форму, салонный миндаль и аккуратненько растягиваю свои хлопушки. Этот вариант получается поярче. Хлопья растянули, подсушили. А на клиентах вы же понимаете, что у нас будет все от обратного. На самом деле здесь сначала мы с отступом моделируем гелем ногти, просушиваем форму, снимаем, опиливаем и сверху наносим хлопушки. Посмотрите, вот так это получается у нас растяжечка. И наоборот, чтобы хлопья у нас лежали внутри, то сначала мы на натуральный ноготь их наносим, выравниваем. Можно, кстати, перевернуть, они прекрасно выравниваются. Подсушиваем и также с отступом чуть-чуть выкладываем гель или полигель, в зависимости от того, какие ногти к вам пришли. На типсах стараемся сделать плавный переход, чтобы все-таки было все очень-очень красиво. Да, и как будто на натуральные ноготь я наношу хлопушки. Гель у меня здесь просушен. Но я думаю, кто работает с верхними формами, понимает, о чем я говорю. Просто мы здесь готовим типсы. Раньше мы типсы покупали для дизайна, сейчас мы себе их готовим, чтобы потом на них рисовать, делать какие-то красивые варианты. Еще одно большое преимущество техники верхних форм и гелевых типс, что сразу мы можем сделать и переход, и градиент. И это, конечно же, намного быстрее. А еще ногти получаются очень-очень тонкие и носибельные. Разница лишь в том, что если ногти у вас разрушены, гепанихи, чаще всего это у нас сухие ногти, то здесь будет стоять абсолютно любой материал. Гель, полигель, делайте все, что хотите. Но вот если у нас ногти влажные, а это сразу первый признак, когда нет разрушився гепанихия, то обязательно мы работаем с вами только полигелем. Гель, к сожалению, не выдержит. Об этом подробно я рассказывала в первой части нашего курса «Мастер-эксперт», где мы учимся с вами скоростному опилу и, конечно же, определять, какие ногти к нам пришли, чтобы потом не хвататься за голову и не спрашивать, ой-ой-ой, почему же материал не держится. На самом деле все очень-очень просто. Нужно обязательно подбирать к типу ногтевой пластины материал. Если вы будете это делать, то никаких проблем с отслойками, с моделированием у вас не будет. После того, как вы сделали типсики, обязательно их нужно подпилить, покрыть топом. И, что самое классное, эти тренажеры клиентка может приложить к своему ногтю и посмотреть, какой цвет, как это в реалии будет смотреться на ногтях. Это очень удобно. Я, кстати, очень часто так делаю, когда особенно клиентка сомневается, сидит, выбирает. Мне быстрее и проще сделать типс с помощью верхней формы, приложить к ней, и чтобы она посмотрела, какой будет там оттенок камуфляжа, как это будет все на ней выглядеть. Ну вот, посмотрите, поярче, побледнее, пожалуйста. Очень-очень красиво, к лету очень будет актуально. Ну и, конечно, не могла оставить вас без примера на ногтях. Здесь явный пример влажной ногтевой пластины. Посмотрите, свободный край у нас не отрастает, идет выпад из ногтевой пластины и просто выталкивает нашу жесткую систему. Поэтому мы подпиливаем чуть-чуть ногтевую пластину, берем дегидратор, наносим, чтобы удалить остатки влаги. Не нужно использовать праймер, если у вас база гель-лаковая. Чаще всего именно из-за грязного липкого праймера у вас и появляются отслойки. Поэтому современные технологии моделирования, если у вас нет огромных отслойок, не подразумевают использование праймера. Наношу базу. У нас в тесте Блабаза, которую можно наносить прямо из флакона. Скоро она появится в продаже. Она называется Бейсгель. Ну и здесь, конечно, для влажных рук я намешала полигель. Кэнди Гель 01 с пигментом и полигель Милк Бриллиант. Обожаю его. Очень красивый, нежный, нежный шиммер. Такое благородное мерцание получается. Цвет может быть абсолютно любой. Пожалуйста, вы можете сделать цветные хлопушки, но полигель можете использовать молочный. Просто мне захотелось здесь вам показать, как смешать можно все. И полигель, и декорации. Наносим с вами хлопушки. Аккуратненько их растягиваем. И пальчик нужно перевернуть, чтобы они выровняли, чтобы у вас эти хлопушки не торчали. Перед покрытием, так как мы будем работать жесткой системой, никаких ремуверов наносить нельзя. Поэтому, если вы видите какую-то сухость в боковых пазухах, не переживайте. В конце мы все это удалим ремувером. Набираю теперь полигель. Палочку хорошо смачивайте. Либо в очищающем спрее, либо в обезжиривателе. Главное, чтобы она у вас сильно не прилипала, чтобы не было огромных пузырей внутри. Поэтому сильно палочку не приподнимайте, чтобы материал у вас туда-сюда не отлипал и не было потом никаких неприятностей. До конца полигель не растягиваем, оставляем место. Потому что если вы нанесете его полностью до конца, возможно, у вас все это потом выдавится и будет большая-большая беда. Аккуратненько поставили форму, прижимаем и смотрим, чтобы у нас в росты обязательно покрылись. Конечно, нужно понимать, как подбирать верхнюю форму. Потому что каким-то клиентам нужен изгиб сильнее, кому-то нужны ногти тонкие, прямые, ровные. И верхних форм, как говорит Ирина Мамедова на своем курсе, классика верхними формами, не бывает много. Все формы хороши. Фиксируем около кутикулы, подсушиваем, пальчик переворачиваем, кисточкой 3.0 изнутри все это дело вытягиваем. Если вы засушите все полностью, будете держать верхнюю форму за кончик, ну, у вас просто все заполимеризуется, засохнет и до свидания. Но верхнюю форму мало правильно сделать. Конечно же, ее нужно еще правильно подпилить. Я еще люблю поджимать форму обратным пинцетом. И надеюсь, что вы все-таки попробуете эту технику и вам она зайдет, как нам. Потому что мы с Ирой не работаем нижними формами уже точно два года. Потому что техника верхних форм намного проще. И невозможно сделать идеально ровные ногти, аккуратные и одинаковые. В технике нижних форм это можно, как я говорю, умереть просто от опилы. Это все выравнивать, поднимать. Зачем мучиться? Если можно все сделать, гораздо проще.